У нас с большим удовольствием еще представят коллег, которые приехали специально в Ферм из Лондона с целью поделиться некими наработками на УХ, может быть, в пределах разумного моделирования риска в акциях. Это Евгений Васильев и Генерафиков, представляющий Hedge Fund Constellation, он тот самый HFT и Ферм, который так и не ясно, будем его регулировать или нет. Можно и сами ответить на вопрос сверху. Да, спасибо. Нас зовут Женя, и мы на самом деле будем сегодня рассказывать не про HFT, а про то, чем мы занимались в нашей предыдущей жизни, потому что до этого мы работали в больших банках, и мы занимались low-frequency стратегиями в Экотис. И мы в ближайший час... Ну, на самом деле, мы только вчера узнали, что это будет воркшоп, и что это будет час, а не полчаса. Поэтому ничего делать другая мы не будем, зато вам расскажем, как за час можно учиться строить многофакторные модели международного уровня, которые могут саботать деньги на самом деле. Вот. Ну, давайте попробуем начать. Значит, этот доклад о том, как можно смотреть на риск, на его систематическое и специфическое для каждой акции компонент. И как с помощью того, как с помощью систематических компонентов можно пытаться извлекать какие-то факты о том, что происходит на рынке, и отделять это от каких-то просто рассуждений. Вот. Ну, вначале я немного расскажу, о чем вообще идет речь, и в рамках чего мы будем работать. Вот. Представьте, что у нас есть какая-то вселенная, это какое-то достаточно большое количество акций, ну, ликвидных акций, которые торгуются, которым можно достать тайм-сириесы. И мы будем рассматривать дневные горизонты. То есть какие-то модели, которые что-то делают внутри дня, нам не очень интересны. И какие-то модели, которые работают с очень большими промежутками, там, месяцы, годы, нам тоже не очень интересны. И, наконец, мы будем рассматривать одну географию. Это очень важно, потому что если вы пытаетесь построить как-нибудь глобальные дневные модели, окажется, что движение акций в Японии, движение акций в Европе, движение акций в Штатах, на самом деле, хотя они формально происходили в один день, они происходили в очень разное время, и там нужно будет делать все немного по-другому. Это просто какое-то усложнее. То есть многие идеи можно использовать такие же, но там будет несколько деталей. Я боюсь, что это мы за час не успеем рассказать. Да, еще одна вещь. Давайте вы будете задавать вопросы по ходу, не стесняйтесь. Потому что это не какой-то сильный ресерс, который мы представляем. Более того, я заранее вынужден просить прощения, что мы не можем нарисовать какие-то красивые графики, и не можем рассказать никаких интересных фактов, никаких интересных... Ну, то есть какие-то вещи мы можем рассказать, но большую часть мы, к сожалению, не можем, потому что если вдруг эта запись или презентация подойдет к нашим высшим задателям, будет не очень хорошо нас на карту. Вот. Тоже задание. Если что, задавайте вопросы. И мы попытаемся рассказать на самом деле достаточно базовых вещах. Если что-то непонятное, то уже говорите. Вот. Ну что, в самом простом случае мы можем сказать, что весь риск специфический, и движение акций на рынке совершенно независимо. То есть давайте обведем обозначение. Вот так мы будем обозначать доходность акции в течение периода T, ну и вот это какие-то независимые случайные величины. Вот. Но очень часто можно слышать там фразы в духе того, что рынок пошел вверх на один процент, или что весь рынок пошел в какую-то сторону. Так что, наверное, предположение... Такое приближение не совсем верно. Если мы прогоним какие-то регрессии, например, вот такую вот, мы возьмем здесь просто рыночный компонент. Окажется, что... Ну, действительно, этот компонент очень важен. Так что это приближение 1 не совсем верно, потому что этот коэффициент в регрессии будет очень значим. Вот. Ну, в этом случае мы говорим, что движение акций – это какое-то движение рынка плюс движение специфичное для акций. То есть, например, если у нас российский рынок, в первом приближении мы можем, если газпром пошел вверх на 2%, мы говорим, о, какая хорошая акция, она пошла вверх на 2%, на самом деле, если весь рынок пошел вверх на 3%, то окажется, что эта акция пошла вниз на 1% по отношению к рынку. И вот именно такой специфик компонент показывает, что эта акция хуже, чем рынок была. Вот. Ну, дальше можно попытаться придумать какие-нибудь еще приближения. Например, можно сказать, что есть еще такой компонент, как СЕП. Но для России, к моему большему сожалению, это не очень актуально, потому что секторов у нас не так много. Но вот, например, если взять Европу или Америку, там можно отсидаться очень много секторов, и действительно этот компонент тоже будет важным. И в таком случае, ну, посмотрим какой-нибудь Vodafone или BP. Можно сказать, что рынок пошел вверх на 2%, ну, наш пример, который был до этого. Если BP пошел вверх на 3%, рынок пошел вверх на 2%, но при этом сектор по отношению к рынку пошел вниз на 1%, то окажется, что BP все равно может вернуться очень сильно. Вот. Можно придумать еще какое-нибудь приближение, например, ввести страну. Это не актуально для Америки, но актуально для Европы. И окажется, что страновой компонент тоже актуальный, то есть это тоже что-то очень значимое. И можно попытаться придумать какие-то еще приближения. И вот если мы придумаем достаточно большое количество таких приближений, окажется, что все движения акций, и связанные с этим риском, мы можем разбить на какие-то систематические компоненты. То есть какие-то компоненты, которые действуют на всю свободность. На акции нуль, на часть акций, на какие-то группы акций. И на специфические компоненты, то есть что-то, что действует на конкретную акцию. Вот. И оставшись через доклад, мы посвятим тому, как нужно искать вот эти вот систематические компоненты, то есть что можно еще сделать помимо секторов, помимо стран, и как это можно оценивать. Здесь я не совсем правильно называю эти модели. Если вы знаете, что такое Fama French-style модели, то не пугайтесь, здесь будет немного другая оценка. Кто-нибудь знает, что такое Fama French? Отлично. Ну, это просто удобное название. Вот. Ну, давайте начнем с первого пункта. Общий вид рассматривания модели будет такой. Доходность акций мы будем считать совокупностью доходность каких-то факторов, умноженная на... К сожалению, здесь будут какие-то английские вещи, потому что я не очень знаю, как их называть по-русски. Мне не приходилось. Умноженная на exposure акции к фактору, плюс какая-то специфичная для данной акции компонента. А exposure акции к фактору – это то, насколько акция, ну, если угодно, вовлечена в взаимодействие с этим фактором. Например, в случае нашего фактора, ну, сектора, можем сказать, что exposure акции по отношению к сектору, в которой она входит равен единице и равен нулю по отношению к другим секторам. Для каких других факторов это будет считаться по-другому, а как именно, ну, для некоторых факторов мы расскажем, что можно сделать. Вот. Ну, нам известны заранее вот эти вот exposure, то есть мы их можем посчитать без соображений. Мы заранее знаем, в какой сектор входят акции, мы заранее можем посчитать размер компании – это тоже оказывается важным фактором. Мы заранее можем посчитать фундаментальные value компании – это тоже является каким-то фактором. И, очевидно, мы можем пронаблюдать вот эти вот returns, которые произошли на рынке. И в данных моделях оцениваются две вещи – это return на фактор и это residual return. Вот. Пока все понятно, я не слишком быстро, медленно говорю. Я немного смущаю тишину в аудитории, потому что хотя это не настоящий воркшоп, мы с вами сейчас не будем делать модель, все-таки, наверное, здесь продолжается больше взаимодействия, чем при просто докладе, когда докладывают какой-то научный результат. Здесь никаких научных результатов не будет. Ну, ладно. Вот. Ну, мы сейчас попробуем немного посмотреть на физический смысл, то есть что значат вот эти вот вещи, и, может быть, если сейчас что-то еще не очень понятное, станет это немного понятнее. А значения, вот эти вот factor loadings, я уже сказал, не определяют, насколько сильная эта акция, подверженная какому-то фактору. Удобно сделать для… Да, но при этом они могут быть, да, ну, то есть там нолик или единичек, например, в случае секторов или стран. А могут быть с какими-то плавными значениями, если посчитать размер компании, например, как ее капитализация, то вот это вот будет какое-то значение, которое там миллион, миллиарды какие-то. И с таким значением, может быть, не очень удобно работать, поэтому мы сейчас сделаем какую-то перенормировку, а дальше для простоты будем иметь дело с перенормированными факторами, а именно мы… Так, немного здесь поехал тех, ну ладно. Мы прежде всего выбросим его клавиш, то есть мы для всех факторов экстремальные значения, ну, например, больше трехсадарных отклонений по нашей Вселенной, будем просто нормировать на трехсадарных отклонений, но там есть разные способы. Там можно делать много интересных причин, но мы сейчас не будем. И второе, мы все значения вот этих вот экспожерс, мы их отнормируем, а именно мы вычитываем среднее по Вселенной. Вселенная, это я еще раз напомню, ну, например, наш индекс, может быть, или какая-то достаточно большая совокупность акций, по которой мы собираемся оценить модель. И поддельное сандартное отклонение. То есть, еще раз, мы берем, например, у нас там стокс, ну, тысяча акций условно. Мы берем для каждой акции, считаем эксполжу к фактору, да, потом мы смотрим вот по этой тысяче акций за сегодня, какие у нас есть эксполжу, мы можем посчитать мат ожидания, ну, не мат ожидания, а среднее, и посчитать стандартное отклонение от этого среднего, и дальше мы это среднее вычтем, с каждой экспозиции поделим стандартное отклонение. И тогда у нас появится какой-то физический смысл. То есть, физический смысл эксполжу равны единице, это значит, что акция с таким показателем в момент времени t будет отличаться от средней акции на рынке на одно стандартное отклонение. Средняя акция на рынке будет иметь нулевое значение показателя, и в среднем рынок будет иметь нулевое значение. Ну, с точки зрения весов, но весами обсудим позже. Ну, можно будет сказать, то есть понятно, что 2 – это, наверное, достаточно сильное отклонение. 0.1 – это слабое отклонение. И можно уже начать как-то чувствовать, что это такое. Вот. И тогда получается какой-то физический смысл доходности факторов. Ну, то есть вообще доходность факторов – это, грубо говоря, насколько сильно тот или иной фактор подвелся, насколько сильно тот или иной фактор влиял на доходность акций в рассматривании момент времени на рынке. И физический смысл, например, доходности 0.01 – это значит, что акция с единичным стандартным отклонением по этому фактору, то есть отличающаяся от всего рынка на одно стандартное отклонение по этому фактору, в среднем за этот день имела доходность на 1% больше, чем средняя акция на рынке. Я что-то сейчас понятное сказал или не очень. Ну, у вас есть какой-то рынок. Рынок в среднем имеет нулевую схожу ко всем этим факторам, потому что мы сказали, что мы отнормировали факторы, и мы взяли среднее на рынке, вот это посчитали за ноль, да? Дальше мы отнормировали просто там стандартное отклонение, чтобы у нас какие-то значения были относительные. Дальше мы говорим, что если фактор, который был 1%, то это значит, что акция вот по этой тысяче отнормированная, которая отличается от рынка от нуля на одно стандартное отклонение, она по сравнению с акцией, которая в остальном точно такая же. Ну и здесь мы делаем предположение, что нет никаких специфических рисков. То есть, не знаю, в ту же страну, в ту же сектор, по всем остальным факторам то же самое. Она, по сравнению с другой такой акцией, только сейчас только по этому фактору, она на 1% лучше провелась в этот день. Вот. Ну, может быть, дальше будет лучше. Ну, после того, как мы придумали такую модель, нам ее надо как-то оценить. Надо, наверное, какую-то прогнать регрессию, потому что у нас есть известные вещи, есть какие-то неизвестные вещи. Сейчас будет какой-то технический момент, потому что я же ждал вопросов, но вопросов не будет даже. А, отлично. Да. Здесь я говорю, если в результате регрессии у нас получился фактор return 1%, вот, сейчас, секунду, секунду. Вот мы прогнали, мы это оценили, да, и вот это у нас получилось 0.01. Это значит, что в этот момент времени уже реализовано. То есть, вот, мы можем посмотреть сегодня, мы на сегодняшний не можем посмотреть, потому что рынок сейчас торгуется. А, на вчера же не можем. Вот если фактор return 0.01 вчера уже состоялся, то, значит, акция, которая отличается от 20 на 20 дней плюс 1 имеет в этот логик, она в среднем вчера на 1% лучше себя вела, чем акция нулевая. Если бы фактор return у нас в результате оценки был минус 0.01, ну тогда, да, тогда эта акция была бы хуже. Ну, мы просто, это даже не бэк-тест, потому что это еще не какая-то стратегия, а это мы просто оцениваем, что же произошло. То есть, мы все движения, которые вот вчера произошли, когда нас уже известны и return, вот, постоянно вчерашний вечер и экспорта, постоянно вчерашнее утро, мы можем сказать, вот, как вчерашний день выглядел в терминах факторов. То есть, мы можем сказать, что движения акций вчера были не все независимые, а можно найти какие-то систематические вещи в этом движении акций, и вот дальше физический смысл и систематические вещи я к растворю. То есть, я пока не говорю, что мы придумываем какую-то штуку, которая будет давать как-то return плюс 1%. Это может быть и плюс, и минус 1%, и для большинства факторов это будет относительно симметричная штука. То есть, на большинстве факторов вы, скорее всего, не сможете зарабатывать, но просто многие факторы нужны именно для того, чтобы все эти случайные вещи, весь этот шум для вас отфильтровать, а потом можно, иногда бывает, придумать один-два фактора, которые в среднем будут давать положительный риторик. Ну, мы даже какие-то такие факторы попробуем рассмотреть, но это будет несколько позже. Вот. Значит, технические вопросы в связи с регрессией. Нам можно как-то продвигать регрессию, но мы могли бы использовать как-нибудь RLS, но, честно, технически у нас их не получится, пока у нас есть country-sector diamonds. То есть, почему? Потому что у нас мультиклинеарность. То есть, каждая акция, она входит в рынок, то есть у нее единичный экспорт к рыночным факторам, в какой-нибудь сектор, в какую-нибудь страну. И, таким образом, мы не можем произвести оценку, нам не хватает двух уравнений, но, к счастью, их можно очень неплохо ввести. Можно сказать, что сумма доходности по всем секторам равна нулю, и по всем странам равна нулю. Поскольку у нас есть рыночный фактор, если мы вводим вот такие вот вещи, то оказывается, что тогда доходность сектора, поскольку мы в программе регрессия с вот этим вот ограничением, тогда мы скажем, что доходность сектора будет доходностью сектора по отношению к рынку, то есть если доходность сектора будет 0,5, это не значит, что сектор в среднем пошел вверх на полпроцента. Это значит, что он пошел вверх на полпроцента лучше среднего сектора, то есть лучше рынка. И то же самое для стран будет. Вот. Ну, наверное, если мы прогоним такую регрессию, то у нас все равно будет достаточно большой шум, потому что если мы берем достаточно много акций, тысячи акций, из них большими будут акции 50, еще несколько сотен будут средними, все остальные будут маленькими, достаточно волатильными. И мы можем, например, не хотеть прогнать взвешенную регрессию и вести какие-нибудь веса. Ну, есть два варианта, как вводить веса. Первый вариант основывается на идее, что рынок – это совокупность всех акций, то есть экономика – это совокупность всех предприятий, и то, насколько они большие, определяют их вес экономики условно. И веса стоят, наверное, зависит от ограниченной капитализации. На самом деле, мы, скорее всего, будем использовать какую-то функцию, например, можно взять квадратный корень, потому что иначе у нас большие компании будут слишком сильно доминировать, маленькими. А второй вариант – это мы можем сказать, что так можно зашумлено наблюдение каких-то истинных параметров, и тогда взвешивать можно, например, из какой-то функции от волатильности. Но в любом случае это технический вопрос. Если хотите, вы можете задать какие-то вопросы, или мы можем потом обсудить, но в любом случае в результате мы можем оценить нашу модель, и в результате по каждому дню мы можем посмотреть наблюдаемые доходности для каждой акции, мы можем посчитать, как будем считать потом, я скажу, можем придумать и посчитать какие-то факторы для каждой акции, и в итоге мы можем прогнать регрессию каким-то способом. И у нас получится доходность факторов, то есть таких не всегда наблюдаемых вещей, систематических компонентов рынка, и остаточная доходность акций. Я не знаю, как правильно проводить Rediguals. То есть что-то специфичное, конкретное для данной акции, если мы вычтем все систематические части. Это можно записать как-то в матричном виде. Вот. Да, вот это запись в матричном виде. Это, наверное, скорее я не сейчас буду комментировать, потому что это то же самое. То есть вот у нас доходность акций, которые мы знаем, вот у нас фактор экспорта, который мы знаем, вот эти вот вещи мы можем оценить. Ну, например, значение, там, Вселенная оценочная. Парта из чата – это хорошее значение, а прогнать на полутора годах – это достаточно реалистично, хотя какие-то вещи мы иногда можем захотеть прогнать на более коротких интервалах, потому что они очень быстро меняются. И сотня факторов, если включить туда странные сектора – это тоже вполне реалистичная штука. Если не включать, там будет гораздо меньше, но о факторах мы поговорим чуть позже. Вот. Сейчас у нас заканчивается какая-то часть, поэтому, если у вас есть вопросы по тому, что я сказал или какие-то комментарии, может быть, вы сейчас это спросите, потому что потом пойдут какие-то продолжения. Потом будем обсуждать, как могут выглядеть эти факторы. Окей, прошу. Опять-таки, к сожалению, вот факторы, которые я использовал в своей работе, которые Женя использовал в своей работе, мы сейчас вряд ли сможем дать. Мы это потом можем обсудить, какие-то вещи, если хотите. Поэтому, чтобы вы почувствовали, какие вообще бывают факторы, мы выбрали одну из распространенных моделей, которую можно даже купить на коммерческой основе. Но и, в принципе, факторы, которые вы будете использовать, которые мы использовали, они немного отличаются в определениях, но это какой-то... Ну, то есть, нужно взять данные, нужно немного поиграть, посмотреть, насколько они хорошо работают. И, в любом случае, мы же не занимаемся этим уже два с половиной года, мы приключились в большую сторону high frequency. Поэтому, если вы сейчас будете гнать, если вы сейчас будете подбирать факторы, они наверняка все равно будут отличаться от того, что мы когда-то посчитали оптимальным. Ну, вот этот раздел вам... Сейчас вам можно почувствовать, с чего можно начать. Вот. Барра – это такой производитель многофакторных моделей. В какое-то время он стал популярным, сейчас он теряет свою популярность, потому что все-таки там есть достаточно много недостаток. Но, по-прежнему, многие банки, многие финансовые институты, они используют пару... Ну, по крайней мере, в качестве какой-то бенчмарка модели, от которой стоит отталкиваться. И вот в последнюю европейскую модель входят все эти факторы. Я ведь здесь разделил на какие-то дамес. То есть, это рынок, ну, это понятное единичное. Это сектор, в который акция может входить. Это страна, в которую она может входить. Как именно входить? Я вам скажу чуть позже. Это валюта. Имеет смысл гнать регрессии, используя доходности в локальной валюте и используя этот валютный фактор, чтобы прийти к общему знаменателю. То есть, альтернативой было бы посчитать доходность акций в долларах, но это не совсем правильно. Это будет давать сильное смещение, о котором мы хотим избежать. Дальше я условно обозначил какие-то вещи техническими факторами. И, наконец, есть какие-то вещи, фундаментальные факторы, которые можно посчитать, глядя на, ну, планшет компании, на ее финансовые отчеты. Вот. А для этих факторов вполне достаточно рынка. А дальше я, наверное, достаточно быстро продвигусь, обращаю внимание скорее на интуитицию за фактором. А конкретные формулы, ну, я думаю, что мы поделимся презентацией, если что. И в этом нет особой тайны, если вы захотите, потом можете поизучать. Тем более я уже сказал, что это какие-то базовые вещи. Если вдруг захотите создавать свою, то вы наверняка захотите поиграть. Вообще, общая вещь, с которой, наверное, надо было начать. Мне кажется, что в отличие от структурных продуктов, в отличие от кредитов, эпидестата и все, что с этим связано, это такая очень игровая вещь. Нужно просто любить работать с данными и уметь работать с большим количеством данных. Потому что здесь нет четких форм, здесь не всегда есть четкие формулы. И данные бывают часто зашумленными. Даже данные, в которых вы не сомневаетесь, например, цену. Но об этом я скажу в самом конце. И поэтому очень большая часть – это вы что-то берете, у вас есть какая-то идея. Дальше вы начинаете играть, как ее можно реализовать, что с ней можно сделать. Вот. Ну, давайте пойдем. Значит, сектор. Мы его уже упоминали. Он нужен, чтобы захватывать какое-то движение секторов. В простом варианте вы, например, можете взять сектор, там какую-нибудь классификацию. Например, есть такая классификация GIGS. И вот там есть четыре уровня. Уровень первый, это, по-моему, называется индустрия или суперсектора. Я не помню, там всего 10 секторов. На втором уровне более детально – 24 сектора. И, в принципе, можно взять одну из этих классификаций. Для региональной модели этого будет достаточно. Но если вы захотите поиграть с этим, вы, например, можете собирать сектора из более детальной классификации. То есть вы можете посмотреть разбиение на третий уровень – это 68 секторов или на четвертый. Там 154 сектора. А дальше, например, погонять какие-нибудь регрессии, посмотреть, если вы будете склеивать сектора, насколько будет изменяться объясняющая способность. Ну, то есть, можете смотреть на джастер квадрат, может какие-то другие метрики несуть. И в результате вы можете получить, на самом деле, вы можете получить те же 24 сектора более оптимально для ваших задач, скорее всего. Ну, это как пример. А со странами, странный фактор – нужно, чтобы захватывать что-то общее в движении всех акций одной страны, по сравнению с другими странами. Ну, для европейской модели, например, очень важен фактор. Британия. То есть британские акции явно будут иметь что-то вообще в поведении по сравнению с немецкими акциями. Немецкие, французские куда-то слишком близки, но все равно это имеет смысл. Испанские будут сильно отличаться. Про греческие говорить не приходится. А в простом варианте вы можете взять Counter-Dime. То есть просто понимаете, компания зарегистрирована. Если она зарегистрирована в какой-то стране, то экспо уже будет единица. А если она не зарегистрирована в ней, то будет нуль врага. Но если вы готовы прииграться с данными, вы, например, можете построить фактор, основанную деятельность компании в разных странах. То есть есть такой провайдер. Есть такая паза данных IBIS. Там, например, есть поля, соответствующие продажам в пяти разных странах в топ-5 географии. Можно из них что-то склеить. Можно гнать какие-то вещи, смотреть, например, к страновым индексам. В любом случае штука, в которую можно играть. Вот. Но это такие простые факторы. Дальше начинаются так называемые style factors. То есть мы пытаемся придумать какие-то вещи, подметить что-то, что позволяет объяснить что-то общее в поведении разных акций. Наверное, я очень хорошо говорю. Я, пожалуй, даже не с этого начну. Я начну с размера. Потому что это самое простое объяснение. Вот, например, можно ввести фактор, связанный с размером компании. Потому что это один из факторов модели Fama French. Оказалось, что если мы посмотрим на маленькие компании с маленькой капитализацией, на компании с большой капитализацией, то, оказывается, есть что-то общее в поведении компании с маленькой капитализацией по сравнению с компанией с большой капитализацией. То есть в среднем они, например, показывают большую доходность, но в те дни, когда они не показывают доходность, есть что-то общее. Вот мы можем ввести какой-то фактор. Но в данном случае мы используем барберское определение. Но вы не заморачивайтесь, мы можем просто, например, взять, посчитать рыночную капитализацию, точнее корень из нее, например, отнормировать, как я говорил. И у нас окажется какой-то фактор, который будет большой для компаний больших. Просто нормировка положительной. И отрицательной для компаний маленьких. Вот если мы в нашу регрессию со странными секторами включим такой фактор, то окажется, что он очень важный. Действительно можно увидеть дни, когда маленькие компании в среднем идут вверх, побольшие вниз или наоборот. Вот. Дальше оказывается, что можно придумать еще какое-то количество факторов. Я, может быть, даже не все буду обсуждать, но это, например, забавный фактор момента. Моментом – это такой очень простой фактор. Мы смотрим на то, как компания себя вела в течение какого-то последнего периода времени. Но, опять-таки, конкретное определение вы потом можете посмотреть. Я, честно, не хочу говорить в деталях. Ну, например, можно посмотреть за последние 12 месяцев. В идеале еще и выкинуть самый последний месяц. И это очень забавно. Окажется, что компании, которые в среднем росли за последние 12 месяцев, они имеют что-то очень общее поведение на следующей неделе, чем компании, которые в основном падали за последние 12 месяцев. Его тоже можно включить в нашу модель. Оказывается, что он будет иметь большую выясняющую способность. Более того, где-то года с 2002-го до лета 2007-го на нем можно было делать деньги, потому что оказывается, что компании, которые в среднем дорожали последний год, они будут продолжать дорожать. И компании, которые дешевели, они будут продолжать дешеветь. На этом есть интересное объяснение, но поскольку вопросов нет, зачем говорить. Ну, есть даже два объяснения. Первое объяснение – это то, что трейдерам нравится компания, у которой все хорошо в среднем. То есть есть какие-то трейдеры, которые, наоборот, еще дешевые компании, но в среднем моему трейдерам и управляющим портфелям нравятся компании, которые шли вверх. В том числе, потому что им проще, насколько я в него никогда не был, если, конечно, трейдерам показывать что-то, объясняться перед инвесторами. Я вкладываю в хорошую компанию. А второе объяснение проще. До 2007-го года или до 2007-го года все больше и больше денег вкачивалось в конситет фонды, и многие из этих конситет фондов, они, на самом деле, использовали примерно одинаковое определение всех этих факторов. И в хорошие дни, в хорошие годы эти фонды зарабатывали, конечно, кто-то на процент больше, другого, кто-то на 2%. Но в любом случае, все это фиггалось, потому что все больше и больше денег вкачивалось. Если деньги вкачиваются, к управляющему фонду приходит человек и говорит, вот тебе еще 100 миллионов. Этот управляющий фонд должен во что-то вложиться. Он смотрит по истории, этот фактор работает нормально. Он вкладывает в акции, которые имеют высокий экспортер к этому фактору. Вкладывая в акции, он их чуть-чуть двигает вверх, потому что у него есть маркетинг. И эта штука продолжалась до лета 2007-го. Можно вопрос? Есть объяснение момента, что проще создавать маркетинговые материалы, что с 2007-го года, что фонды, которые... Ну, это первое объяснение, причем в дискрэшнере. Они создавали некий фонд и показывают, что если вы вкладывали 8 месяцев назад на такой структуре, сейчас бы у вас уже было 2 миллиона. Условно, как вы считаете? Нормально? Я считаю, что дискрэшнер-прейдер делает странные вещи. В том числе такие. А, да, я просто хотел короткую вещь сказать. Так было до примерно лета 2007-го года, когда внезапно мы увидели несколько стандартных отклонений вниз по нескольким факторам сразу. Все корреляции сбились. Почему? Потому что, ну, по одной из версий, достаточно большой фонд вынужден был ликвидировать свой портфель, и у всех остальных управляющих, которые держали вот эти вот факторы, у них просто интродэй стали тикать вниз их позиции, потому что если кто-то ликвидирует большой портфель, он, естественно, двигает акции вниз. И они вынуждены были закрывать, потому что у них были какие-то респлиметы, и началась сильная реакция. Хотя у идеи такое событие там несколько дней подряд, несколько наклонений вниз по нескольким факторам, это один раз за жизнь вселенной должна быть. Но об этом мы уже говорим в самом конце, если у нас будет время, как я делал с такими вещами. Да. Мне кажется, там было раз. Можно ли просто читать понимание на объяснение, что те акции, которые не имовут в этот момент, а акции для людей, у них, скажем так, как правило, лучше качество управления. То есть, более качественные управленцы, они, скажем так, например, на плане магнит на различные моменты, да? А на зрение показывается больше первого оборота. Это магнит. Соответственно, подъезжает освоящий правильный момент. Может быть, по магниту, когда это отдельно будет. Там ситуация с магнитом была, естественно, реакция связанная с инвестивом, его увеличение, его весом выше 75, в том числе. То есть комп, для которого инвестива согласно фруктуринице. Катализация растет, вес индвестия растет. Соответственно, в инвестивной вкладе нужно еще больше вкладки. Магнит, он скорее вот эту ситуацию тоже. Я имею в виду, что магнит, например, магнит, что он уже не первый год, а демонстрировал темпы роста выше 75. Вот. А на самом деле этот фактор немного о другом. То есть здесь имеется в виду… Я просто скажу об этом факторе тоже, он немного другой. Вот здесь имеется в виду просто… Здесь имеется в виду не рост фундаментальных показателей, о которых я понимаю, вы говорили. Вот продажи. А здесь имеется в виду просто рост цены акции. Это не фундаментальный показатель технически. Мы берем цену акции 12 месяцев назад, мы берем цену акции вчера, мы считаем, на сколько процентов она изменилась, и это будет значение нашего фактора. А то, что вы упоминали, такой фактор тоже есть в баре. Он считается не лучшим образом. Этот фактор называется growth. Но его можно считать разными способами. Действительно, например, можно взять рост продаж. Продажа – это достаточно сильный индикатор, если особенно у вас есть команда бухгалтеров, которые могут смотреть, на сколько продажи реалистичны. Ну, потому что там какие-то вещи, как я понимаю, я сам не бухгалтер. Можно, например, продажить в будущем периоде за счет. То есть в текущем периоде такие вещи есть. Но это действительно хороший фактор. Это фундаментальный фактор, в отличие от момента технического фактора. То есть, действительно, если определенным образом посмотреть на рост фундаментальных показателей компании, это будет сильным фактором. И действительно, долгое время, по крайней мере, вкладывая в этот фактор, то есть подбирая какие-то портфели, имеющие в нем большой экспорс, но об этом я буду говорить позже, когда я делал такие портфели, можно было зарабатывать деньги. Потому что, да, это хорошие факторы. Они оба были хорошими факторами. Пока о них не стало известно всем, пока все не стали делать примерно одинаковые вещи, и потом, пока не оказалось, что кирамида рассыпается, если не кладут в нее деньги бесконечно. Вот. Ну, мы перешли к фундаментальным факторам. Можно придумать фактор value, например. Это еще один из факторов, которые Фамма Френч и свою модель ввели. У Юджин Фамма и Килот Френч. Ну, вот в паре используется такое пределение, но основная идея в том, что мы можем посмотреть, насколько хорошо рынок оценивает компания по отношению к ее буквелле. Буквелле – это такая штука, которая следует из бухгалтерских книг. То есть мы смотрим, сколько стоит собственность компании, грубо говоря, будет какая-то собственность, плюс ее активы, плюс сколько у нее денег на счета. Мы говорим, что какая-то фундаментальная стоимость компании по гуглтерии плюс какое-то еду есть рыночная оценка. Рыночная оценка – это количество акций компании умноженное на цену компании. То есть, вот сколько стоит компании с точки зрения рынка. И, мы можем поделить одно на другое, и дальше мы говорим, что компании, которые недооценены рынком, имеют что-то общее по сравнению с компанией, которая переоценена рынком. Например, компании, которые недооценены рынком, они, возможно, какие-то более рисковые, а компании, которые переоценены рынком, наоборот, считаются более стабильными. В любом случае, этот фактор тоже был очень хорошим до 2007 года, просто потому что value вкладывали, это хорошо работало, а потом оттуда ушла альфа, и нужно было либо делать какие-то более сложные вещи, например, заменить value на какой-то показатель, связанный как раз с качеством. Ну, с качеством бухгалтерии. Либо это оказывалось важным фактором, например, в случае, когда появляются дешевые деньги, люди охотно вкладывали в недооцененные компании, но делать деньги на этом, имея прямую связь с Федом, было, наверное, тяжело. То есть можно было, но это был такой же дискрешный бет, то трейдер приходил и говорил, конечно, сейчас на этот день Фед, я в это верю, что они завтра анонсируют, давайте в это вложим. Ну, хорошо, если бы он не верил, то так сильно не работал. Вот. Можно, например, посмотреть на то, как компания выплачивает дивиденды, и можно посмотреть, насколько много в пересчете на доллар стоимости компания выплачивала дивиденды. И оказывается, что это тоже важный какой-то фактор, что компании, которые в среднем выплачивали много дивидендов, они имеют что-то общее по сравнению с компаниями, которые в среднем выплачивали мало дивидендов. Ну, например, компании, которые оплачивали много дивидендов, они, наверное, более стабильный бизнес, и они позволяют получать кэшфлоу, то есть в случае кризиса этот фактор оказывался очень хорошим. Почему эти компании шли вверх? Потому что инвесторы перемещались в компании, которые давали какой-то кэшфлоу. Говоря о том, что инвесторы перемещались, я имею в виду не только и даже не столько конститетов инвесторов, которые считают такие модели, а скорее людей, которые обычно аналитики, которые читают какие-то отчеты, не аналитики, а трейдеры. И которые думают, да, вот эта вот компания мне приносит какие-то дивиденды, и которые как-то формируют свой портфель. В каком-то смысле это как раз возможность сформировать портфель более формальным способом, избавиться от каких-то ненужных рисков и оставить только нужные. Но в целом, скрэшный трейдер будет скрэшный по-прежнему на основных драйвер рынках. Можно посчитать еще один фундаментальный фактор. Фортбара, например, посчитала фактор, который она назвала Earnings Yield, и он основан с тем, сколько компания зарабатывает при счете на доллар своей стоимости. То есть какие у нее доходы, не дивиденды, то, что она выплачивает акционерам, а вот сколько ей пришло при счете на доллар стоимости. Но это тоже достаточно интересный фактор, но конкретно поэтому я комментировать не очень готов, потому что мы считали немного по-другому, и у нас получались другие результаты. Можно придумать фактор, который связан с тем, как компания связана с долговыми рынками. Много пары используют такое определение, то есть она берет Book Leverage, то есть смотрит, насколько много долг у компании в пересчете на ее активы, грубо говоря, сколько процентов долга. И смотрящая Market Leverage, я понимаю, что это связано с наиболее поздним выпуском бандов, но мы опять-таки считали этот фактор по-другому, потому что, например, в таком определении этот фактор не очень работает для финансовых компаний, потому что для финансовых компаний то, сколько у них бандов, сколько у них долга, это не совсем нормальный показатель, грубо говоря. Сколько долг у банка, это значит совсем не то, сколько долг у компаний, которые, не знаю, производят чипсы, потому что банк занимается совершенно химби, там, например, можно посчитать с института, то есть можно взять соответствующую yield curve, ну, yield curve и посмотреть, как меняются ставки, и дальше посчитать бета компании к изменению ставок и использовать такое значительное показатель. В любом случае, как-то учитывать то, насколько компания связана с долговым рынком, это имеет смысл. Конкретное определение, ну, здесь, например, приведена Баровская, у нашей, я тоже сказал, можете воспользоваться. Вот. Ну, какие-то другие факторы, наверное, пропущу, потому что, мне кажется, это не очень осмысленно, я отдал какую-то основную идею, на что можно смотреть, на что смотрят вот такие вот модели, и что даже работало долгое время до quant meltdown, до лет 2007-го. Потому что для квантов, в каком-то смысле, лет 2007-го это было более важным моментом, чем после 2008-го, когда был его кризис. Вот. Ну, дальше после того, как вы сделаете такую модель, как вы возьмете все эти факторы, окажется, что они совершенно не обязательно работают, и, скорее всего, сейчас даже не работают. И вам придется придумать какие-то новые, и вот дальше я просто скажу пример каких-то факторов уже без определения, которые работали, по крайней мере, до недавнего момента, и, наверное, будут работать в том или ином виде и сейчас. Например, можно придумать фактор price-reversion. Я уже говорил, что компании, которые, ну, здесь есть price-moment, она считается на больших горизонтах полгода к году, а price-reversion – это такая штука, которую можно посчитать на коротких горизонтах. И, например, окажется, что компании, которые последние три дня дорожали, они, скорее всего, сегодня подешевеют. Компании, которые последние три дня дешевели, они, скорее всего, сегодня подорожают. Ну, три дня – это условно. Это так работало какое-то время на европейском рынке, как на российском, я не знаю. И это постоянно меняется. Логика этого понятна. Если кто-то, например, покупал в течение трех дней компанию, двигал ее акции вверх, то велика вероятность того, что пойдет вниз. Три дня – это, на самом деле, случайно число. То есть два дня вы тоже увидите этот эффект, пять дней вы тоже увидите этот эффект, а дальше вопрос калибровки. Иногда, может, даже для разных компаний запросить разные вещи. Вот. Но после того, как вы посчитали такой фактор, вы, может быть, сможете делать с помощью него деньги, а может быть и нет, скорее всего, нет. Но дальше вы сможете, например, сделать какое-то улучшение. Вы можете вместо того, чтобы посчитать просто изменение returns, вначале посчитать модель, попытаться объяснить все returns, а потом оставить residual returns и посчитать reversion residual returns. Понятно почему. Потому что, может быть, компания дорожала три дня не из-за того, что ее покупали, а из-за того, что именно она дорожала. Потому что она оказалась в удачных секторах, в удачной стране. И именно поэтому шла вверх. Потому что из сектора страна шли вверх. А вряд ли кто-то так сильно может двигать из сектора страну в течение трех дней. На это нужно очень много денег. Если вы сделаете вот так, вы, наверное, получите какое-то улучшение. Можно еще посмотреть на трейд имбаланс. То есть можно посмотреть, например, в течение дня последнего, какое количество было агрессивных трейдов по битве и по аспу. Но если это правильно посчитать, это даст вам лучшее понимание того, что ее агрессивно покупали или на самом деле там не было каких-то агрессивных покупок. И можно придумать какие-то еще улучшения. Но это уже такой игровой момент. То есть нужно смотреть, нужно играть, нужно пытаться что-то включать. Вот. А можно придумать теперь другой фактор, связанный, например, с тем, что аналитики говорят. То есть есть какое-то количество аналитиков, которые сидят в банках и которые периодически выпускают какие-нибудь прогнозы, связанные с тем, что они думают по поводу той или иной акции, даже по поводу того или иного сектора, но сейчас мы говорим только об акциях. Вот. И есть какие-то трейдеры, которые на этом торгуют, но оказывается, что можно улучшить торговлю на показаниях аналитиков, ну или сделать ее прибыльной. То есть это то, насколько оптимистично относятся по отношению к банковским аналитикам. Если, например, каким-то образом адрегировать показания всех аналитиков, а не только смотреть на одного. Да? Вот если вы почитаете фактор, если вы возьмете всех аналитиков, они есть в базах данных, и это можно скачивать каждый день, более-то это нужно скачивать каждый день. Вы можете почитать какой-то средний рейтинг, что в среднем думают аналитики по поводу компании, и можете попробовать поторговать так, формулировать систематический портфель. Какое-то время это тоже работало, сейчас так не будет работать, но вот если вы, например, посмотрите на разных аналитиков, каждая компания обычно закрывает много аналитиков во многих разных банках. И вот вы можете посмотреть по статистике за последние несколько лет, насколько хорошо те или иные аналитики предсказывали, что будет с компанией. И дальше вы можете не просто посчитать средний рейтинг, а каким-то образом взвесит рейтинг, то есть у вас будут какие-то хорошие аналитики, какие-то не очень хорошие аналитики. Причем интересно, что иногда один и тот же аналитик будет хороший по одной компании, нехорошего другой, потому что на самом деле там стоит стемп МД, начальник отдела аналитики, а в действительности делает анализ два разных человека, которые поднимут. Поэтому это тоже надо учитывать. Вот у такого фактора уже будет больше шансов делать деньги. А если вы, например, включите еще такие вещи, как разное обновление прогнозов, разное время обновления, будете участвовать, что какие-то аналитики, они проспали все и 10 месяцев ничего не обновляли, а другие обновляли недавно, то у вас, наверное, будет фактор еще лучше. Да. Если аналитики в какой-то время ожидали за что-то, потому что, наверное, у нас вратилка есть? Если все время ошибается, это хорошо. А вот если он дает все время шум, это плохо, потому что если вы рассматриваете какую-то агрессивную торговлю, а не пассивную, все это не маркетная стратегия, вы каждый раз будете что-то платить рынку. Но если аналитики все время ошибаются, это тоже идеально. В этом смысле это математика. Плюс или минус не так важно. Главное, чтобы был значимый дефицент. Все просто. Так что да, аналитики, которые всегда ошибаются, это очень хорошо. Еще, кстати, есть добавная вещь. Нужно аккуратно смотреть на историю, потому что, конечно, аналитики переходят из банка в банк. И, например, если был один и тем же МД, был хороший аналитик, потом ушел в другой банк. Стал плохой аналитик, вы никогда не увидите это в явном виде, потому что там его имя никогда не засветится. Но вы можете посмотреть, насколько хорошо ставим прогнозы, но и тоже как-то в свой исключить. В любом случае, то, что я сейчас говорю, это не какие-то конкретные рецепты, это скорее, это воркшоп без воркшопа. То есть, то, что мы могли бы делать, если бы у нас было больше времени, на компьютерах надо быть данных. Что вы, может быть, будете делать, если вам такие вещи интересны. Ну и, может быть, какие-то другие воркшения. А можно посмотреть на то, то есть, аналитики иногда что-то говорят, да? И по фреймологу это рейтинг. Например, они говорят, вот, не только рейтинг по селу, они, например, дают предсказание, сколько компания получит при счете на акции, вот, рейтинг, рейтинг, рейтинг. Вот, а можно смотреть не просто на то, сколько она получит по их мнению, а как они пересматривают свои прогнозы. Это тоже очень важный фактор, потому что если, на самом деле, они давали там какую-то высокую оценку, а потом пересмотрели ее вниз, даже если эта оценка все еще высокая, тем не менее, рынок, скорее всего, реагирует негативно. Ну и здесь тоже можно как-то взвешивать. Можно смотреть не просто за будущий год, а за будущие два года и тоже взвешивать по времени, даже, понятно, финансовый год, так, значит, в разное время, и это нужно просто аккуратно сделать. Можно использовать какие-то кластеры, предсказанные по времени, это важная вещь, но, опять-таки, связано с расправшими аналитиками, но если у нас есть 10 аналитиков, которые покрывают компанию, и из них за последнюю неделю 8 обновило, а 2, пусть даже они сделали 3 недели назад, прогноз не обновили, то, скорее всего, просто за последнюю неделю вы слышите, что тут новая компания, а те 2, хотя они сделали прогноз совсем недавно, они этого не учли, и их лучше вообще выбросить, вместо того, чтобы просто учиться каким-то экспоненциальным взвешением. Это очень больной вопрос, и это у меня посвящена даже отдельная глава в конце. Сложно собрать статистику. Я могу сейчас рассказать, но мне кажется, что будет лучше, если мы дойдем, потому что у меня есть какие-то слайды, где я как раз говорю о таких вещах. В самом конце они будут. Но в целом, да, это очень больной вопрос, особенно для ягодцев, потому что данные здесь ключевые. И любой шум данных, любые проблемы в данных, они, конечно, очень негативны. Веса должны быть? Веса? Веса вам придется рассчитывать самим. Для этого нужно будет взять все данные, потом придумать какой-нибудь интересный алгоритм, ну, скорее всего, ну, то есть, может, статистика, а может, даже из машин-жерни какого-нибудь. И дальше у вас вот так будут веса, которые будут лучше, чем у других на рынке. Ну, в любом случае, да. Просто какие-то примерные факторы, что можно еще делать, кроме того, что можно встретить в стандартных моделях, потому что если есть какие-то факторы, какие-то определения, которые всем известны в условиях, если нету большого количества денег, которые просто вкачиваются в рынок и как-то должны распределиться, все эти известные стандартные вещи будут не очень хорошо работать, приходится как-то возвращаться. Вот. Сейчас будут слайды, слайды, посвященные оценке модели. И сейчас мы поменяемся местами, наверное. Сейчас пойдет математика. Сейчас будет интересно. На этом слайде представлена схема, как бара оценивает. У нас, к сожалению, самый первый слайд в общий вид факторной модели в самом начале остался. Но, чтобы вы понимали, какие у нас там неизвестные. Что у нас там вообще есть? Там есть фактор exposures, и есть фактор returns. Что мы хотим оценить? Что-то нам известно, что-то мы оцениваем. Мы хотим оценить специфик риски. Вот из этих residual returns как-то получить специфик риски. И понять, что такое фактор exposures и фактор returns. Пусть их причисления. Бара нам говорит, что она дает нам набор факторов, говорит, что exposures такие, и дальше оценивается фактор returns просто через просто обычную регрессию. Квадротично. Единственное, что с отсеканием больших остаточных ретюрнов. Если слишком большой остаточный ретюрн в первой итерации после регрессии, то отсекается, вот как в пункте угла написано, гонится второй раз. Тем самым получается фактор returns. Когда есть фактор returns, то уже оценивается фактор covariance матрица, что нам позволяет для любого портфеля акций уже оценивать систематику риска. Из того, что вот Epsilon E3, который называется, да, отдельно оценивается у барра, просто time series, то есть по каждому стоку отдельно вот этот специфик риск, просто диагональная матрица без вот этих попарных рисков. Есть отдельно cross-link риски, ну, например, там ROI, DiceShell торгуются на двух площадках, поэтому надо учитывать такие вещи. Но в простом случае просто диагональная матрица. То есть схема вот такая простая. Да, Женя сюда вернется. Давай ты скажешь про это. А я просто коротко общие слова скажу, что подход, когда фактор exposure заранее вычисляется, вычисляется, а факторы считаются из cross-sectional regression. Почему называют cross-sectional? Потому что по всем максимумам, по всему вашему универсию, там, тысячу стоков, две тысячи стоков, они вот все участвуют в выражении регрессии. Time series regression, она немножко наоборот. Ну, какой примерный подход? Скажем, берет способ вычисления фактора exposure, как по барм, пермоментуму, по всему вашему универсию, две тысячи стоков. И сортируется, например, на три части. Да, пусть это. Скажем, возьмем фактор моментум и отсортируем наш... Мы же можем посчитать, какой exposure? Отсортируем на три части. Ну, просто отсортируем, разделим на три части. Самое верхнее, середине и минимальное. И скажем, что, например, high momentum, medium momentum и low momentum это наши факторы. Просто вот мы их так назовем. И скажем, что return этого фактора это просто взвешенный return всех акций, которые попали в верхнюю часть, в среднюю или нижнюю. Тем самым руками посчитываем как раз-фактор returns. А factor exposure уже по отдельному стоку считается, поэтому time series. Time series считает, что по отдельному стоку, без cross-section, когда по всем стокам идет регрессия. И есть такой смешанный подход, статистически называется, когда в неком статистическом смысле оптимизируется там некое правдоподобие, когда и exposures, и returns считаются вместе в одной некой итеративной процедуре оптимизации. Это будет позже, чем. И специфик риск тоже считается там же вместе с ними. Но вернемся. Я делал тогда одно замечание, что тот момент, как пара считает, как траковать не из матриц, бывает смысл еще делать по-другому. Например, очень такая удобная фишка. Мы можем использовать, например, год-два, чтобы посчитать корреляцию факторов, а дальше считаем вариант факторов за последние два месяца и делаем такой буст. Оказывается, что это работает лучше, потому что корреляция между факторами это более стабильная штука, чем вариант факторов. Ну, не суть, ладно. Да, начинаем детали. Вот. Следующий раздел. Здесь неправильно, ну, это как-нибудь не суть. Следующий раздел, это мы сейчас посмотрим, что может делать с моделью. Поэтому, если у вас есть какие-то вопросы по моделям, не с тасистическим, которые будут дальше, а вот которые мы рассматривали таким, тем мы заранее считаем, фактор эксплугией, тогда давайте вы сейчас можете задать, потому что потом мы уже будем говорить о том, как эти модели можно применять. вот. Ну, то есть, вы можете потом задать вопросы, но, ну, ладно. Пойдемте, кстати, сейчас посмотрю, сколько у нас времени. У нас много времени, поэтому я сейчас буду говорить быстро, и если что-то непонятное, вы просто да, подходите. Я постараюсь говорить быстро. Вот. Итак, что же можно сделать с помощью моделей? Самое простое, что можно сделать, это можно попробовать проанализировать существующий портфель. То есть, у нас есть какой-то портфель, и мы можем посмотреть, с чего мы начинаем. Какая-то систематическая компонента в нем, и какая-то специфическая для акции компонента статики. Можно попробовать захеджировать портфель, то есть, убрать какие-то ненужные нам систематические риски. Можно попробовать построить портфель, здесь этого почему-то нет, я забыл. Построить портфель, который будет отслеживать какой-то фактор. Можно проанализировать стратегию, можно ее как-то захеджировать, и, наконец, построить факторную стратегию, то есть, какой-то, как, какой-то серии оптимальных портфелей, в некотором смысле. Ну, как можно проанализировать портфель? Помните, мы с вами говорили, что у всех акций есть фактор exposure, то есть для каждой акции можно посчитать, насколько она подвержена тому или иному фактору. Вот, а портфель какой-то, это у нас какая-то совокупность акций, то есть сюда входят какие-то акции из нашей вселенной, и каждая акция входит в каким-то весом. Ну, какое-то количество акций мы можем помножить на цены и посчитать вес в рамках портфеля. И вот тогда можно ввести такую штуку, можно просто взять вот эти вот веса нашего портфеля, домножить на exposures акций и получить в итоге exposure портфеля. Если у нас есть магнит и сургут в портфеле с одинаковыми весами 0,5, тогда мы можем, например, посчитать exposure портфеля к секторам, и у нас в портфеле будет exposure к сектору нефтяного 0,5 и к ритейлу 0,5. Если у нас там есть газпром, если мы добавим еще oil coil с весом 0,2 за счет магнита, то у нас exposure к сектору ритейл будет 0,3, а к сектору oil and gas будет 0,7. Ну и точно так же можно сделать для style factor, здесь уже привести какие-то примеры сложно, потому что factor size для газпрома, как вы посчитаете, но в любом случае у нас получится такой вот портрет портфеля, то есть что из себя представляет портфель в терминах факторов. И если мы еще вспомним то, как мы устраивали нормировку, то мы получим, насколько стандартных отклонений по каждому фактору, просто секшнл, отличается этот портфель от рынка, от нуля, потому что рыночный портфель имеет нулевой экспортер к этим факторам, ко всем, кроме рынка, это рынок. Вот. Ну да, вот я это только что сказал, физический смысл. И то же самое можно делать абсолютно в значениях, то есть просто вместо того, чтобы использовать веса, мы берем количество акций, цена акций. Но здесь это не очень интересно. А вот дальше мы можем сказать, что у нас еще есть какие-то риски по отношению к факторам. То есть какие-то факторы, они же могут двигаться, и вот помните, мы с вами говорили, что если фактор как-то подвинулся, и если у акций был изиничный экспорт к этому фактору, то мы можем сказать, что какое-то движение объединятся этим факторм. Движение любое на рынке — это риск, ну хорошее, плохое движение, все равно платим premium-то какой-то риск. И мы можем сделать то же самое для риска. Мы можем сказать, что риск по отношению к этому фактору такой. Но в данном случае, в отличие от предыдущего слайда, если вы сами видели, не так удобно. А если мы возьмем здесь количество акций, умножим на цену, умножим на риск-фактора и на exposure, то мы получим такую штуку, которая будет иметь следующий типический смысл. Получим тоже факторный портрет портфеля. Только здесь каждое число это будет означать на сколько рублей или долларов подешевеет или подорожает портфель. Если один фактор будет отклониться на одно стандартное отклонение, ну каждый фактор. И тогда у нас получается какой-то физический смысл. Мы говорим, что вот у нас есть какой-то портфель, и если у нас какой-то size почему-то пойдет вверх на одно стандартное отклонение, а все остальные будут стоять в нуле, то тогда из-за этого фактора этот портфель у нас пойдет в верхнюю положительную exposure на столько-то долларов. Ну и если сделать какие-то предположения, которые, конечно, наверняка не выполняются, но без них жить плохо. А именно о том, что у нас там ретурны факторов и residual return не скрелированы, что residual return не скрелированы между собой, то есть группа говорят, что у нас идеальная модель, это не так, но нам надо с чем-то жить. Когда мы можем разложить общий риск портфеля на систематические компоненты, специфические компоненты. И вот как-то их посчитать с использования там в свой портфель. Вот это у нас матрица к вариации, о которой мы говорили несколько слайдов назад. Вот. И тогда помимо того, чтобы посчитать просто риску по каждому фактору, мы можем получить какую-то, ну по предположению, лучшую, если у нас модель нормально построена, оценку риска портфеля, чем если мы бы мы просто говорили, что у нас все акции независимые, или чем если бы мы говорили, что у нас просто есть какой-то эквитирный рынок. Вот. Если есть какие-то вопросы, вы можете задавать. Ну, либо если что-то очень длинное, вы можете подойти потом, потому что с малого времени, пока совершение. Следующая вещь, которую мы можем делать, вот допустим, придумали какой-то очень хороший фактор, который в среднем, если мы построим там из репрессий, мы знаем, что он идет вверх. Если он идет вверх, это значит, что акции, которые имеют к нему положительные экспозиции, они в среднем будут идти вверх по отношению к другим, а которые имеют отрицательные, они в среднем будут идти вниз. И мы как-то захотим построить портфель, чтобы он, и он максимально экспозиции к этому фактору, к хорошему, по нашему предположению, и минимальный риск. И действительно можно сделать такую штуку. Но первый вариант – это построить, грубо говоря, из репрессии. Но это плохой вариант, времени у нас мало, поэтому разговаривать не будет, мы сразу берем, потому что это какая-то оптимизационная задача, которую можно, например, сформулировать так. Ну, то есть вот этот вариант, я расскажу потом, но ладно. Мы можем взять риск портфеля за исключением риска по этому фактору и попытаться, по фактору, который нам нравится, и попытаться его минимизировать при условии, что экспозицию к фактору, который у нас есть, равны единичке. Но дальше мы можем ввести еще какие-то дополнительные ограничения, например, для long-short портфеля мы можем ввести ограничения на веса, что для long-short портфеля сумма веса должна быть равна нулю, для long-only портфеля мы можем ввести единичные какие-то, не суть. Ну, не единичные, тогда нужно, насколько-то по-другому переформулировать, потому что нельзя ввести единичные. Но идея в том, что мы пытаемся минимизировать риск по неинтересным нам факторам, плюс минимизировать residual risk, то есть специфические реакции риска, которые мы не можем объяснить, при условии того, что мы сохраняем константный exposure к фактору, который нам нравится. Это задача, на самом деле, в таком виде абсолютно аналогичная задача. Максимизация exposure к фактору, которая нам нравится при сохранении константного риска. Вот если добавляются какие-то ограничения, то такая формулировка на самом деле лучше, но ладно. Вот. Следующая вещь. Вот у нас были какие-то статические портфели, да, мы можем там и проанализировать, и прооптимизировать, а вот дальше представьте себе, что у нас есть какая-то стратегия, к нам приходит трейдер, и у него есть его портфели за последние два года, как он торговал, и его интересует, а почему эти портфели, эти его стратегии, они зарабатывали столько, сколько зарабатывали. Вот это называется P&L Attribution, и мы это тоже можем посчитать. То есть у нас есть какая-то стратегия, есть последовательность дохода стратегии этих точек, и мы знаем, что в каждой день у него были портфели. И мы можем попробовать с помощью нашей модели понять, почему у портфеля была та или иная доходность. То есть разложить доходность не акций, а разложить доходность портфеля по каким-то систематическим и специфическим компонентам. Ну, понятно, как мы это делаем. Для Single Stock у нас return это систематический return, объясняемый факторами специфических, и для портфеля можно сделать аналогично. То есть мы берем его exposure в каждый конкретный момент времени, мы берем доходности на каждый конкретный период, то есть exposure в начале дня и доходности сзади. Intraday вещи я сейчас игнорирую, но их тоже можно включать. И дальше мы разбиваем на систематическую часть и специфическую часть. А с вами систематическую мы можем видеть, за счет какого фактора портфель шел вверх. Мы можем построить красивые всякие графики и объяснить, почему у нас было то, что было. Да, понятно, как это делается. Просто берем exposure. Ну, не сути. Да, в данном случае, если у нас есть какой-то портфель, то вот это не просто residual risk, а это какая-то ступень компонента. То есть человек, она тоже может идти вверх, потому что человек, например, хорошо знает, какие акции пойдут вверх, наоборот, к нему могут управлять систематические компоненты. У трейдеров хороших такое бывает, потому что они следят за конкретными акциями, но они следят необязательно по отношению к пирсу. Ну, не сути. Вернее, как раз наоборот, по отношению к пирсу, но вот пирс не может в них ожирать. Ладно. У меня очень мало времени. Следующая вещь, которую можно сделать, это как раз самое интересное, это создание фактора на стратегии. То есть мы придумали какой-то фактор хороший, и мы можем попробовать сделать какой-то стратегии, то есть какую-то последовательность портфелей, которая будет его отслеживать. Зачем это нужно? Потому что exposure к фактору меняется. Вспомните фактор ревёрши. Exposure меняется полностью когда-то три дня. Вспомните фактор аналитики. Кто-то что-то выпустил. У нас акция, которая вчера имела большого лодинга, и в данном крейте она стала иметь маленький лодинг. Поэтому в идеальном мире, где у нас не было транзакционных костов, это было бы очень просто. Мы могли бы каждый день формировать с нуля какой-то портфель, который, вот factor token portfolio, который мы формировали несколько слайдов назад. Но в реальности, если мы говорим о стратегии, нам нужно всего включать такую вещь, как транзакционные сдержки. Если мы неделю назад посчитали наш портфель, вошли в него, то сегодня, если мы будем переоптимизировать портфель, у нас он уже есть. Чтобы продать все эти акции, нужно заплатить transaction cost. Это деньги, которые вы, грубо говоря, платите рынку, комиссии, то есть к этому продавливаете рынок, для того, чтобы из него выйти. И другой транзакционный кост, чтобы пойти с нуля в другой портфель. Поэтому в оптимизационную задачу вам придется еще включить какие-то вещи, связанные с вашими существующими акциями. И здесь можно, например, лимитировать, какая часть портфеля может меняться при каждой перебалансировке. Этот любит делать всякие дискретшнеры трейдеры или полудискретшнеры, но проблема в том, что транзакционные кости для разных акций будут очень разные, поэтому в идеале вы хотите какую-нибудь транзакционную кост-модель, в которую еще можно засунуть в оптимизационную задачу, что, кстати, тоже бывает не так просто, потому что эти модели сейчас бывают нелинейными, и если у вас будет слишком сильная транзакционная кост-модель, то ваша оптимизационная задача, которая очень просто формулируется для портфеля, куда мы входим с нуля, где мы игнорируем транзакционные косты, она становится очень сложной, поэтому нужно балансировать вашу модель транзакционных костов, чтобы она, собственно, как-то отражала косты, а с другой стороны не мешала оптимизации. Вот, ну, здесь можно много говорить, но у нас очень мало времени. В любом случае, в результате вы можете придумать хороший фактор, вы можете научиться делать такую оптимизацию, и в итоге вы получите серию портфелей, которые при минимальных транзакционных костах, они будут иметь доходность, максимально напоминающую доходность вашего хорошего фактора. При минимизации индивидуальных рисков за счет того, что эти портфели, они будут, скорее всего, не из одной, не из двух, не из десяти, и даже не из ста акций, это будет несколько сотен акций, и вы можете избавиться от большого количества других рисков. Вот. Ну и сейчас, как раз, теоретические модели. Сейчас опять будет интересная математика. Так, я постараюсь быстро пробежаться, потому что... Вот примеры... Здесь обозначение ART, матрица return of stock, то есть размерность количества периодов наблюдения на количество акций, ну, скажем там, тысячу на пятьсот, тысячу акций пятьсот периодов наблюдения. Да. Я просто... Ну, вычел матр-жедание, чтобы демин сделать. И... Такое optimization а-ля IPCA, а-ля главные компоненты, когда... Вот пример оценки, когда оцениваются и факторы returns, и факторы exposures совместно. То есть какая логика? Что в этом пространстве return of акций, да? Какой бы, там, sample covariance матрица, мы ищем то направление, проекция на которой имеет наибольший, наибольший вариант, наибольшую дисперсию. Ну и, там, плюс некая нормировка. И решив такую оптимизационную задачу, просто квадратичная задача с... там, с таким квадратичным ограничением, ну, вполне решается. И факторы return, и дальше дитерация общего вида, так как здесь. Да, и логика какая? Нашли направление, от которого проекция имеет наибольший вариантов. Потом в автогональном пространстве повторяем, и так делаем, пока не сходится, там, сколько количеств факторов нам нужно до конца. Выбираем то, что там достаточно акцент вариантов объясняет. Ну, у меня процедура максимального правдоподобия при неких предположениях, ну, быть, residual returns тоже дает решение. И самая такая, продвинутая, скажем так, в этой области, там, вариация, expectation of semi-jation, так называемая. Но residual returns тоже делается предположение, что они, если бы, да, расстрелили, нормальные. И делается предположение на priors, на вот эти наши factor returns. И, я не могу уже в деталях говорить формально, но просто некий способ оценивать и exposures, и returns, и on the fly. В результате таких вот итерирующихся процедур. Пока там разница между результатами не становится уже маленькой, и тогда мы говорим, что сходимость. Так, это если очень быстро, то как-то так. То есть я просто хотел сказать, что в этой задаче у нас есть оценки факторной модели. У нас либо exposures даны, мы оцениваем factor returns, либо factor returns даны, мы факторы назначаем, и exposures мы оцениваем. Либо и то, и другое мы оцениваем в результате некой статистической процедуры. И немножко о том, что в практике. Понятно, что разному менеджеру, управляющему портфелю, нужны разные вещи. Если какой-нибудь derivative trader, он будет хотеть стоп-специфик риск, чтобы предсказывалось хорошо. Какой-нибудь управляющий портфелем, который хочет следить за отдельными факторами, ему может подойдет вот эта фундаментальная модель, где эти факторы явно определены. Его оптимизационные задачи, когда он будет ребалансировать, он сможет как у него constraint, ограничение на его оптимизации, там будет просто явно выписано, линейное ограничение. Квали, например, у него иметь шорт такой был exposure, момент такой exposure. А менеджер, который просто хочет, чтобы у него был long-short, ко всему нейтральный, ему достаточно будет статистической модель. Еще момент тоже из практики, если провайдер дает вам данные, у него estimation universe может быть сильно больше. Барган, например, тысяча три стоков по Европе. Если ты на трейдинг-деске, ты потенциально можешь трейдить через электронные системы на полторы тысячи. Так что там разумные transaction косты. Естественно, ты хочешь перенормировать их exposure, который он тебе дает, потому что он их считал своему универсу. Ты, во-первых, пересчитываешь, естественно, перенормируешь на свой универс. И, кроме того, ты factor returns тоже не хочешь брать его, а пересчитать свои, потому что, например, тебе не нужны веса. Бара, она делает такой байкс, например, в сторону акций с большой капитализацией. А мне это не нужно, например, потому что я делаю дневной ребаланс, там утренний устра я делаю ребаланс, и у меня косты уже зашиты в компоненте, который за transaction кост отвечает. С другой стороны, если там недостаточно большая капитализация у стока, но у меня по ней сильная альфа, то зачем я ее буду терять? То есть вот такой момент тоже. И еще один момент, как, если факторная модель правильно оценена, что у нас себя представляет у residual returns? Это, на самом деле, сигнал, который точно так же можно использовать, чтобы делать ревешивую стратегию. Потому что если вы адекватно оценили модель, например, то, может быть, по шагу, так, двух шагов, вы сначала fundamental модель оценили, а на residual уже прогнали статистическую модель. И в оставках уже ко второму шагу у вас есть некое ожидание, что уже там белый шум. Ну, с поправкой на вот эти специфики из каждого стока. А что такое белый шум? Ну, например, у меня такой случай, что если там он вскакнул вверх, этот residual return, то вы ожидаете, что это очень маловероятное событие, и что он пойдет назад. Исходя из такой логики, вы можете там некий score system придумать на ваш университоков и стратегию, которая будет бетить на вот эти outliers. Соответственно, можно очень много играться с тем, как вы оцениваете факторную модель, какие у вас residuals и вот эти вот, большой полуривочных стратегий торгуемых потенциально. Ну, дальше Женя там упомянет какие-то последние заметки, что же в реальной жизни, какие проблемы с данным встречаются. Ну, я не знаю, может. Потому что это на самом деле самое важное. Все данные берутся от живых провайдеров, и у них, естественно, есть ошибки. Там простой вариант у IBIS. Самая такая старая система на рынке уже, наверное, лет 15. Фиды там по FTP все еще, как 10 лет назад они получались, так и не получались. Даже у них есть ошибки. Например, там есть четыре поля, которые отвечают за дату за время. Там, например, аналит что-то сказал о компании. Или изменил price target, или изменил там какие-нибудь earnings predictions. И будет дата, когда аналист, скажем так, это выпустил на весь рынок, в том числе и IBIS. Будет дата, когда IBIS процессил какие-то свои системы. Будет дата, когда он какую-то там базу данных положил. И будет дата и время, когда он клиент выдал на FTP. Соответственно, четыре даты. И бывают всякие correction. Например, аналит сказал кто-то, а через три дня IBIS говорит, что на самом деле три дня назад он ошибся. Поэтому вы должны всегда иметь такую in-house систему point in time. Когда вы эти все ошибки, вы ведете, как бы их, смотрите за ними. Потому что любой провайдер, он этого делать не будет. То же, что касается вот изменений, например, change in recommendation. Это на самом деле довольно сильный фактор. Change in earnings predictions. Довольно сильный фактор. Но если вы берете провайдер, то они элементарно ошибаются. То, что у них написано предыдущее значение, это далеко не всегда соответствует действительности. Есть ошибки. Экспериментальным путем они находятся. Действительно, бывают вещи, когда аналит пропадает. Например, если больше, чем месяца три за квартал, он ничего не говорит по стоку, но вы вводите для себя какой-то отдельный, что вот пропал. И у вас там не пять уровней, как у IBIS. Strong, hold, hold, neutral, sell, strong, sell. И вы еще вводите такой, что пропал. И эти changes у вас получается из пропал, например, в strong hold, из пропал в strong sell. Это тоже сигнал. Как ни странно, довольно сильный. Такие вещи. Ну, у Жени, там тоже какие-то есть замечания по данным. Я пролистаю слайды, потому что нам уже надо заканчивать. Вот. Ну, действительно, основная проблема, я полностью согласен, это данные, потому что можно очень хорошо играть с формулой, но если нет данных, с которыми можно играться, то ничего не получится. А если данные плохого качества, то может получиться так, что вы сделаете идеальную стратегию. Вот за счет таких вещей, как другое уложение, они встречаются везде. У вас будет backfields. И ваша идеальная стратегия, которая работает в симуляции, в реальности данные не будет работать, потому что в реальности у вас данные будет зашумливать, потому что IBIS будет ошибаться или фундаментальные вещи какие-то тоже будут меняться. Вот. Плюс к этому с данными нужно еще быть очень аккуратно. Даже вот с такими вещами, как данные по ценам, которые вроде бы вообще доступны, вроде бы понятно, вот акция, сколько это стоило. Все дело в том, что с акциями бывают разные то, что называется card protections, то есть, например, если акция компании становится слишком дорогой, ее делят на несколько. Если у человека до этого была акция, которая стоила 500 долларов, то, ну, такой акции неудобно торговать, потому что если кто-то хочет купить акцию на 100 долларов, он не сможет. Ее же делят на 5, то есть у человека, у которого была одна акция, у него стало 5 акций. К чему это приводит? К тому, что в Time Series вы видите группу изменения. Раньше акция стоила 500 долларов, а на следующий – это не 100 долларов. Но это не потому, что она так сильно упала часто, а просто потому, что произошел сплит. Еще бывают выплаты дивидендов. Если у вас была акция, то вам выплатили какие-то дивиденды. Естественно, в Fake Price акции на предыдущий день, они анонсируются до выплаты. Он будет одним, а вот как только вам выплатят дивиденды, цена акции упадет ровно на размер дивидендов. И если вы вдруг это не учтете и учтете как-то не так, то это влияет на доходность вашей стратегии. Еще есть всякие райтсов, например, право к выкупу акций, которые может даваться текущим владельцам акций и так далее. И на самом деле может порядка 80 разных случаев найти. Это очень неприятная вещь. Ну, как-то, да, они влияют на разные вещи. Backfields, но не как говорил Женя. Нужно иметь очень аккуратно с Universe, потому что ваш Universe, который может быть хорошей для оценки, она может быть еще плохой для трейдинга. Потому что у вас там могут быть неликвидные акции, и в максимальных случаях это может привозить даже, ну, к тому, что вы неправильно будете оценить факторы. Еще, кстати, нужно учесть, что некоторые акции в некоторые дни не торговаются. Тоже приводят к таким вещам. Причем, хотя такое случается редко, если вы делаете что-то глобальное, у вас каждый день будут выходить какие-то такие странные акции, и вы за счет люков Backtest-системы можете на этом виртуально заработать, деньги в реализации нет. Еще ограничение short sell. Самая страшная вещь – это forward looking bias. Вы не можете использовать будущих позиций вселенной. То есть, если вы только захотите что-то протестировать, вам ни в коем случае нельзя говорить, что вот сейчас в индексе такие акции, поэтому я буду гонять свою стратегию на этих акциях. Потому что понятно, что эти акции, они были более успешными, и именно поэтому вошли в индекс. Поэтому в среднем они будут лучше, чем вот перформанс индекса за последние пять лет. Даже если у вас long short стратегия, это не поможет, потому что обычно у вас… Ну, то есть, это реально… В short у вас, скорее всего, будут плохие акции, в long short – хорошие акции. Это может влиять. Не обязательно, но, скорее всего, это будет влиять, поэтому используйте композиции в прошлом. А еще лучше, вы просто можете сами скатрировать свой универс, если у вас есть вот битальные данные, накладывая какие-то ограничения на caps. Вот. И если вы придумаете какие-то стратегии, обязательно сравнивайте со всем, с чем получится. Сравнивайте с индексом для long-стратегии. Сравнивайте с юниверс, потому что обычно индекс имеет взвешивание по капитализации рыночной. То есть, он очень тяжелый будет в factory size. Ваша стратегия, скорее всего, она не будет тяжелой в factory size, поэтому, если так окажется, что она у вас очень хорошо пройти по сравнению с индексом, то, может быть, на самом деле, просто это какой-нибудь apply bad на size, а не на какой-то ваш собственный фактор. Поэтому обязательно сравнивайте с юниверс, который взвешивается, но при этом по тем же принципам, что ваша стратегия. Это заодно поможет избежать всяких глюков в системе бэк-теста, которые вы напишете просто в паб-программах. Обязательно сравнивайте с factor tracking portfolio для классических факторов, потому что, может быть, у вас тоже какие-то глюки в системе бэк-теста, или, может быть, по разным причинам вы поймали в своем суперфакторе то, что и так уже говорится с каким-то другим фактором. Просто этим нельзя торговать в силу каких-то причин, которые вы начали. Вот. Желательно бэк-тестить на больших горизонках, чтобы было достаточно много перебалансировок, чтобы были разные периоды, потому что разные факторы по-разному действуют в разные периоды, и что половина динамика альфа, обычно она все-таки умирает, чтобы было видно, это умирает. Если альфа не умирает очень долго, это подозрительно. Вот. Ну, и здесь просто какие-то провайдеры, риск-модели, с которых можно начать, если вам вдруг захочетесь купить, или у которых можно поработать, например. Но здесь не все провайдеры, это какие-то достаточно известные. Барры, исторические, аксиумные, прикольные системы оценки. В общем, разные есть. Вот, наверное, все. Извини, что так задержал. Если есть вопросы, вы можете сейчас задать, или потом можете подходить. Если вам интересно, в принципе, вот это вот, или какие-то другие вещи, то, что вы сейчас занимаетесь, то обязательно подходите, спрашивайте. может, мы что-нибудь интересы сможем рассказать. Может, подходите поработать в этой отрасли, и тогда оно точно будет. Вот. Давайте благодарим нашим коллегам. Евгений, Евгений. В пару слов. В общем, я хотел сказать, что на сайтах или их компаниях, на самом деле, довольно много research papers. Так что там introduction, такое введение. Хорошее получится просто посмотреть, что есть там. Да, и в принципе помогут букву 100, 1 рубля, слова, мы имеем много вектории, и все это, кому очень интересно. Да, очень можно воспользоваться случаем, что коллеги пока еще здесь, в Перми. Сейчас будет небольшой water-рецепшн, то есть всех мы приглашаем сейчас в оранжевую зону, пойти на тренингаж в Тубролом и завершить сегодняшний день. Продолжение следует...